Меня зовут Копейкин Сергей, я родом из города Кемерово, приехал в Сочи два года назад. Как-то так обстоятельство сложилось, что мне захотелось уехать из этого города, в котором я не видел перспектив. Работал я там, последнее место работы у меня было вообще в угольной компании, которая занимается угледобычей, это же ведь край, где добывается уголь. И, соответственно, так сложились обстоятельства, что я решил вырваться оттуда и приехать в Сочи. На выбор на Сочи тоже пал случайно, у меня здесь был знакомый, который меня звал. Это послужило, в принципе, каким-то триггером таким. Сергей Копейкин сегодня уже смело называет себя дизайнером. Он автор сразу двух проектов – модульная и говорящая одежда. Проекты родились после переезда в Сочи. Хотя одеждой моды, говорит Сергей, заниматься хотел всю жизнь. Но до 33 лет сменил несколько университетов, а потом мест работы и профессий. Я всегда занимался творчеством, то есть я и диджей, параллельно всегда работал, еще чем-то занимался творческим. И здесь вот пришла идея заниматься одеждой. В молодости я был модником, и поэтому меня как-то это по жизни так тянуло, эта линия была, прослеживалась. Я начал заниматься одеждой, заниматься принтовать одежду, и потом мне пришла идея модульной одежды. Это был мозговой штурм, мы с друзьями сидели, общались, как-то там издавали свои идеи, и мне пришла эта идея. Идея модульной одежды у дизайнера родилась два года назад. Но вот как воплотить проект в жизнь, помог бизнес-инкубатор. Я не знал как-то, как ее, с чего начать. Я не бизнесмен, я работал всегда в найме практически. И у меня, тем более, с такой нишей вообще первый раз был, не знал, как продвигать этот новый продукт абсолютно. Я от знакомого узнал про бизнес-акселератор Сочинского государственного университета. На тот момент, так же, как и сейчас, я берусь за любые возможности, какого-то обучения, еще чего-то. Тем более я узнал, что акселератор бесплатный, но туда берут по отбору. Я решил пройти отбор, пришел, рассказал о своем проекте, о том, что у меня расстегиваются рукава. Все посмеялись, всем понравилось, и меня взяли. Бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы занимаются поддержкой стартапов. Сергей Копейкин прошел специальную учебную программу, бесплатную. На лекциях и мастер-классах рассказывали, как составить бизнес-план, рассчитать финансовую модель, найти первых клиентов и подготовить проект для инвестиций. Это модульная одежда. С этим проектом как раз я и пришел на бизнес-акселератор СГУ и хотел заручиться поддержкой, скажем так, инвестора на этот проект. Суть в чем? Это детская одежда, вообще одежда модульная, любая, она предназначена, чтобы ее можно было прямо на ходу как-то трансформировать. То есть смысл был в том, что в Сочи с утра, вот по крайней мере сейчас в ноябре, очень холодно. И ты выходишь в куртке, все, одетый как зимой. А днем выходит солнце и становится очень жарко. И, соответственно, мы эту куртку снимаем, пытаемся как-то куда-то пристроить подмышкой. Это неудобно, я посчитал. И вот на примере детской одежды я могу показать, допустим, как мы можем днем отстегиваем рукава. Либо их снимаем совсем, убираем в упаковочку аккуратно, в сумку. Либо мы, если без рукавов совсем жарко, пристегиваем из другого материала. Допустим, то есть идут комплекты сменных рукавов из другого материала. Один потолще, другой потоньше, длиннее, короче. На самом деле вариантов рукавов их очень много. И вот в этом смысл и был, что вы можете выбрать в зависимости от погодных условий дождь, солнце, снег. И пристегнуть, трансформировать одежду именно как раз с учетом окружающей среды и, естественно, настроения. Потому что они разные по своему как функционалу, так и внешнему, соответственно, виду, то есть трендов. В том числе капюшон тоже. Капюшон отдельно, двухсторонний. Вся суть моего проекта заключалась в том, чтобы ввести новую систему продаж. То есть мы продаем отдельно еще и рукава с капюшонами. Вы можете купить комплект один с двумя комплектами рукавов. Потом прийти, допустим, в шоу-рум. Вышла новая коллекция рукавов и капюшонов. И подобрать что-то к этой базе. Купить отдельно. И то есть у вас будет там три-четыре варианта различных рукавов, и вы можете стать сами дизайнером. Это правда интересно, это креатив, это пробуждает в человеке какую-то творческую, наверное, жилку. И интереснее как-то жить становится. Вот такой вот смысл. Про культуру потребления. Это тоже немаловажный вопрос. Сейчас очень много разговоров у нас об экологии, о вторичной переработке. А почему? Потому что излишки, много всего. В том числе одежды. Я читаю форумы на английском языке в России. Мало об этом пишут, что очень много одежды выбрасывается тоннами-тоннами. Тренды меняются очень быстро. И люди избавляются от старой одежды, просто ее выбрасывая. И переработка тканей достаточно дорогая. И этим никто практически не занимается. Здесь же, купив одну вещь, допустим, вы можете комбинировать ее в различных вариациях. И вам не нужно пять курток разных. Потоньше, потолще, еще что-то. То есть, пристегивая, отстегивая определенные части, вы, в принципе, вам достаточно одной вещи. И от нее различные вот эти сегменты. Что важно, говорит Сергей Копейкин, благодаря акселератору он смог найти наставника. И начался вот этот процесс обучения. Действительно, это процесс обучения конкретного. С домашними заданиями, с практикой, с мозговыми штурмами. Просто супер. Опять-таки, сделаю акцент, что это еще и бесплатно. Потому что нас приглашают на кучу платных тренингов каких-то. Непонятно, какой будет результат. А здесь вот такая инициатива. И все поэтапно разбирается. Весь бизнес составляется как лего, как пазлы. И к концу уже, вот каждому студенту представлен трекер, который его ведет, обучает. И к концу обучения, вот там через полтора месяца, по-моему, мы уже выступали перед инвесторами. Вот свои идеи. У меня было, я сделал пробный экземпляр своей одежды. И рассказывал. И вот после первого акселератора, я на двух учился, я встретил своего наставника. Вот Ольга Локтионова, которая мне помогла в итоге создать коллекцию. Частично начать создавать коллекцию. Научила меня, каким образом именно одежда создается. Из чего эти процессы состоят. И вот в итоге сейчас уже коллекция начинает продаваться. Ну вот это непосредственно первое платье, которое создавалось в рамках коллекции. Модульные одежды. Из искусственных материалов я это делал, потому что хотел показать, во-первых, то, что не обязательно природу каким-то образом задействовать. Пусть она там себе растет. Но есть еще материалы технологичные. Мне вот близок этот момент. Здесь я придумал вставить прозрачную вставку, под которую планировалась футболка с принтом, на которой был написан душа. Это одежда, под которой видно душу. То есть вот такой вкладывал сюда момент. Здесь тоже идет система модульная. То есть рукава, они сменные. Вот здесь совсем без рукавов они отстегиваются. И еще серые тоже рукава сюда вставляются. Опять-таки вам нужно поменять образ. То есть без рукавов с рукавами оно абсолютно по-разному смотрится. Вот. Оно полностью было с нуля нарисовано. При поддержке моего преподавателя, который мы как раз познакомились на бизнес-акселераторе СГУ, Ольге Локтионовой. Вот она мне очень помогла с ним. Мы его создали. И оно уже сейчас уехало в Москву, в Санкт-Петербург. Планирую, конечно же, вот наращивать мощности. То есть делать, продавать. Не в промышленных масштабах, естественно. Потому что все сделается за собственные средства. Но, тем не менее, медленно, но верно. Главное идти к своей цели, я считаю. И все будет нормально. Бизнес-инкубатор развернул жизнь Сергея Копейкина на 180 градусов. То, что раньше было только мечтой, сегодня уже реальность. Найти специалистов, которые согласятся тебе помочь в таком количестве, как нам это дал инкубатор, акселератор. Это, я считаю, что ценность, наверное, за вот этих всех специалистов, чтобы их нанять, и они провели такую работу, ну, от 300 до 500 тысяч, я считаю. Я оцениваю это так. Какая именно ценность заложена. Поэтому, ну, у меня не было таких денег на тот момент, чтобы я мог себе это позволить. Поэтому я бы старался делать, может быть, я бы делал, но я бы делал намного больше ошибок. И не знаю, чем бы это обернулось. Сергей Копейкин – это легенда нашего бизнес-инкубатора. Он прошел целых две акселерационных программы с нами. Обратился он к нам впервые зимой 2019 года. Тогда его идея с модульной одеждой только-только еще обродила в его голове. И как раз наша программа, наши тренеры помогли ему оформить эту бизнес-идею, бизнес-план. Он понял, насколько вот мне известно, как раз те шаги, которые нужно сделать каждому начинающему бизнесмену. Идея уже обрела черты, появился план действий. И Сергей, конечно, очень активный. Он приходил к нам после окончания акселерационной программы на бизнес-разборки. Это был тот активный человек, который постоянно звонил, советовался. Он, мне кажется, живет вообще по таблице Астервальдера. Это настольная такая бумага, которую делают наши стартаперы. И там все, на самом деле, шаг за шагом весь проект прописан. Но и этого ему оказалось мало. Он пришел к нам на вторую акселерационную программу весной. В апреле мы ее проводили. И уже он зашел с настоящим фэшн-показом, где брюки превращаются в стильные элегантные шорты. Где там молодые модели, совсем маленькие детки в его этой модульной клевой стильной одежде. И, конечно, уже Сергей стал некой нашей легендой, той иконой, на которой уравняются уже молодые стартаперы. Он много делился опытом, рассказывал о том, как было ему полезно в бизнес-инкубаторе, какие можно там фишки от нас поймать. То есть уже молодежь, которая вокруг него стала обучаться. И весь этот путь ребята прошли, по сути, второй раз. Но Сергей такую роль уже некого ментора выполнял на этом бизнес-инкубаторе. И вот сейчас, буквально недавно, выступая с лекциями по предпринимательству в Краснодарском крае, я познакомилась в Славянской на Кубани с молодым человеком, ему 16 лет. И у него как раз тоже мечта создать свою линию одежды и вообще какой-то стартап в индустрии фэшн. И Сергей выступил ментором. Они созвонились, списались. И сейчас вот мальчишка так вдохновлен тем примером, когда действительно человек далекий, в общем-то, от моды, от этого бизнеса, не заканчивая каких-то специальных учебных заведений, просто горя вот этой идеей и обретя правильные инструменты, построив план и руководствуясь теми навыками, которые мы здесь даем в бизнес-инкубаторе, он действительно начал свое дело и очень активно и прекрасным образом в нем развивается. Модульная одежда – не единственный проект дизайнера Копейкина. Сегодня он владелец бренда «Нелепо надета». Эту одежду Сергей называет «говорящей». Как-то мне пришла идея о том, чтобы делать одежду именно с принтами на русском языке, которые могут сказать за тебя, выразить настроение, еще что-то. Не банальная какая-то смешная фраза, о которой будет глубинный смысл какой-то иметь. Вот. В этом тоже такой был, скажем так, посыл глубинный. И таким вот образом, если модульную одежду я шью в цехе, там у меня профессионалы работают, конструктор делает лекало, швеи шьют на машинках, то здесь, в принципе, я беру базовые вещи и их, скажем так, доделываю. То есть, печатаю принт, и на обратной стороне вот такая вот фирменная бирка моего бренда. Это здесь Инстаграм-визитка, по которой вы можете перейти как раз в интернет-магазин и посмотреть еще что-либо. Также можно изготовление на заказ вашей Инстаграм-визитки. То есть, если вы блогер, если вы ведете деятельность, свой бизнес в Инстаграме, то вы можете интегрировать на свою одежду, в принципе, свой бизнес. И это тоже очень интересная идея, так как вот эти виртуализации, соцсети настолько входят в нашу жизнь, что мы видим людей, которых мы видели в Инстаграме, и мы как будто их знаем, хотя видим первый раз. О, привет, да, мы общались там, класс. Люди живут уже как-то наполовину там. И, в принципе, это и приходит в офлайн, сюда, в жизнь. Таким вот образом я интегрирую соцсети в свою одежду. Пожалуйста, вы можете где-то стоять. Кто-то может заглянуть в ваш профиль и купить у вас какие-то услуги. Или просто увидеть вашу просьбу, может быть, вы нуждаетесь в какой-то помощи. Это такая определенная одежда, коммуникация с миром уже непосредственно напрямую. То есть, вы не будете писать там, помогите, у меня сегодня убежала собака на одежде, потому что вы нашли собаку, а одежда уже не нужна. А соцсети – это тот инструмент, через который мы, в принципе, общаемся с миром. Сейчас футболки и кофты с надписями на русском – это тренд. Такую одежду можно увидеть и в масс-маркете, и на страницах глянцевых журналов. Это должно быть понятно. Одежда, почему она и говорящая, потому что мы видим, и это слово звучит у нас в голове. Не нужно, в принципе, даже рта открывать. Одежда скажет за вас. Нашел себя – иди домой. Но, в принципе, если человек нашел себя, то он ощущает себя в этом мире как дома. Не как какой-то гость пришедший. И непонятно, зачем он здесь. То есть, так, у гостей пришел, какая-то враждебная вокруг среда, как многие себя чувствуют. А себя нашел, ты, в принципе, в этом мире как у себя дома. Себя чувствуешь, то есть, иди домой. Тоже принт такой у меня есть, мне очень нравится. О, давайте делать. Очень много теоретиков сейчас у нас, диванные эксперты, те, кто знают много, говорят, советуют. Но, когда спрашиваешь, а ты что-то делал, говорят, нет. Раздавать советы легче всего. И нужно обращать внимание на таких людей, которые просто скажут, о, давайте делать, и начнет это делать. То есть, я считаю, что на какие-то разговоры тратить энергию очень, скажем так, трудозатратно. Я вот экономлю энергию и стараюсь делать. Если что-то, какая-то интересная мысль, стараюсь ее проверить на практике. Тогда она действительно, либо стоит на нее тратить энергию, либо нет. И практически в каждом моем принте заложен вот такой какой-то глубокий смысл. Я могу за каждый принт ответить, скажем так. Идеи ваши или вот где-то подсмотрены? Идеи как и подсмотрены, да. Как, то есть, да, вдохновение я все равно черпаю. Я что-то смотрю, что-то приходит мне в голову, и я это допиливаю. Но сейчас интернет пестрит различными мыслями, и какие-то они могут быть и недооформленные. Я их дооформляю. И если какой-то смысл в них там проглядывается, я опять-таки доделываю, чтобы этот смысл был как-то очевидней. Вот так. Я не говорю, что я такой изобретатель, и сижу прям все-все-все сам придумываю. Но очень много чего придумываю сам. Сергей Копейкин просто кипит идеями. Он работает с одеждой, параллельно занимается рекламой. Он менеджер в местном глянцевом журнале. Говорит, никогда не поздно начать что-то новое. Нельзя отказываться от своих желаний. Иначе можно прожить жизнь не свою, а основанную на ожиданиях других людей. Я в 33 года начал это делать. Сейчас мне 35. Я полон энергии. Считаю, что никогда нельзя сдаваться. Нужно всегда пробовать, пробовать. Что-то новое. Вспоминать, к чему тебя тянуло, может быть, в детстве, в подростковости. Потому что там мы более открытые люди. И мы чувствуем, что нам надо, что нам нравится. Нас тянет. Но нас в основном как-то направляют родители своим опытом. Иди на инженера. Это вот здесь платят. Иди туда, иди туда. И начинают от цели, от какой-то предназначения, наверное, отодвигать. Уже навязывать свое. И найти силы вернуться к тому, что когда-то тебе нравилось. Это вот очень важно. И поверить в это. Это, в общем, мои новые разработки. Я постоянно что-то стараюсь пробовать новое. Ну вот. Это будет такой... Крепиться на одежду. И человек может либо показывать этот принт, либо нет. То есть в стационарном виде он такой. И, допустим, вот таким простым движением руки он может показать кому-то, что он хочет от дня человека, допустим. Но это не всегда, поэтому можно закрыть. И спокойно вот с таким вот прекрасным золотистым принтом ходить и блестеть на солнце. Вот. Разные принты будут. И скоро новая коллекция как раз таки вот с вот этими вот штучками. Я вижу регулярно такие картинки, что модели выходят на подиум в одежде. У меня мечта стоит и цель. Это магазин в Милане. Такой бутик. То есть, когда я только начинал это делать, я понял, что мне нужна какая-то цель. И я вот выбрал такую, что когда у меня откроется магазин в Милане, это столица моды, вот тогда можно галочку уже поставить, что я что-то в этой жизни сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok